Всем здарова дорогие друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу лучшие ветки развития танков и сегодня я хотел бы поговорить о ветке немецких тяжелых танков, которая ведет к Е100 Мне эта ветка очень понравилась, я играл на всех машинах начиная с 6 уровня с большим удовольствием и считаю, что эта ветка позволяет по-настоящему почувствовать броню и мощь немецких танков Пожалуй, начну я сразу с 6 уровня, с ВК-3601 и этот танк мне очень сильно запомнился, но в основном я играл на нем, когда он еще был средним и тогда у него была вроде бы неплохая скорость и отличное коническое орудие, но оно в принципе и сейчас есть но потом танк перевели в тяжелый и скорость у него стала похуже Ну и в общем-то танк после этого потерял свою изюминку, он стал не таким Не сказать, что этот танк сейчас плохой, он в принципе может тащить, но то, что было раньше, уже не вернуть Некоторые уникамы, типа кратно там имели по 2000 среднего дамага на этом танке 6 уровня И в общем-то замечательная машина, имеет отличные, очень точные ДПМные орудия, хорошее бронирование Ну и также есть в принципе неплохая скорость, даже несмотря на то, что ВК-шка стала тяжем По-прежнему она довольно быстро гоняет Ну и кроме того, есть очень много прочности, хороший обзор и другие мелкие плюсы В целом танк довольно интересный и наверняка не вызовет у вас каких-то негативных эмоций Только положительные, скорее всего Потом у нас идет Тигр, на этом танке я играл очень давно, когда его еще не аппали И тогда он мне показался абсолютно проходным Ну так в принципе у него было отличное пробитие И особо я не жаловался, просто прошел его и забыл Но прошло довольно много времени и Тигра аппнули Не знаю почему, но в общем-то он стал реально гнуть И все благодаря шикарному ДПМу, лучшему среди тяжей И также отличной точностью, но осталось все тоже пробитие Очень много ХП Броня стала какой-то супер читерской, рикошетной Да, в принципе она как бы пробивается легко Но почему-то от этой квадратной брони все рикошетит, что лично меня сильно удивляет Ну и ХП очень много, как у танков 8 уровня В общем-то сейчас Тигр это реально имба, которая разрывает всех Стоит ли сейчас качать Тигра? Я думаю, что 100%, даже если вы уже прошли эту ветку То все равно наверное стоит купить его и поиграть Пока этот танк не понерфили Вроде бы как в патче 0.9.1 его нерфить не собираются Поэтому еще можно поиграть на нем И я считаю, что рано или поздно его обязательно понерфят Потому что сейчас танк разрывает И если вы любите хорошие орудия, пробивные, ДПМные, точные То тогда берите этот танк и наверняка он вас обрадует На 8 месте Королевский Тигр И когда я играл на этом танке, то я почувствовал, что такое настоящий комфорт Действительно Королевский Тигр очень удобный танк И на нем приятно играть Точное немецкое орудие с отличным пробитием Позволяет с легкостью стрелять как на средние, так и на дальние дистанции К тому же есть отличная стабилизация То есть вы быстро выкатываетесь Выцеливаете самую уязвимую цель Стреляете, скорее всего пробиваете ее И откатываетесь назад Динамика у танка вполне хорошая Как для такого тяжа К тому же танк довольно высокий И перестреливаться с противником Из-за каких-то укрытий очень удобно Также есть отличное бронирование Действительно этот танк держит удар Ну по крайней мере против одноклассников Если доворачивать грамотно корпусом То можно хорошо танковать Также есть хороший запас прочности И приличный обзор Я помню еще играл на Королевском Тигре В те времена, когда не было сербо-голды И даже тогда я показывал вполне приемлемые результаты Там 63% побед у меня было И 2000 среднего дамага Это при том, что постоянно кидало к 10 уровням Но меня это совершенно не беспокоило Потому что я чувствовал Как же приятно играть на этом танке Как он гнет Как он отбивает снаряды своей замечательной броней Как он быстро выцеливает противников Своим точным орудием И без проблем их пробивает В общем-то Тигр отличный танк На котором действительно приятно играть Правда сейчас уже появилось много чьих-то танков 10 уровня Там вафли всякие и так далее У которых нереальные орудия И конечно же Тигр с его огромным размером пострадал Но тем не менее даже сейчас танк показывает отличные результаты И считаю, что это один из лучших тяжелых танков на 8 уровне Итак, переходим к 9 уровню К потрясающему танку Е-75 Именно на этом танке я понял, что такое Настоящая броня и мощное орудие Е-75 в некоторых условиях может просто давить противника И совершенно никто ничего не сможет сделать Если грамотно вытанковывать урон Естественно, такие условия бывают далеко не всегда Потому что сейчас появилось много танков С очень большим пробитием К тому же и голду можно зарядить Но тем не менее даже в таких условиях Е-75 показывает себя с лучшей стороны Главным плюсом Е-75 является очень крепкий ВЛД И если поставить танк ромбом То пробить туда действительно очень сложно Даже с мощных орудий Есть конечно уязвимый НЛД Но опытный водитель Е-75 всегда знает как его спрятать Также есть довольно прочные борта И в принципе более-менее крепкая башня Есть конечно этот лючок Но в принципе его не так уж легко выцелить Если вы будете двигаться Также есть неплохая динамика Как для такой 100 тонной махины Которая может еще и тараном неплохо Снести противнику ХП У Е-75 есть очень мощное орудие С большим альфа страйком С довольно хорошей точностью И приемлемым пробитием Это орудие действительно позволяет наказать Абсолютно любого противника Ну и также есть большой запас прочности И хороший обзор В целом Е-75 превосходный танк Даже несмотря на то что сейчас появилось Очень много имп Все равно этот немецкий тяж тащит бои И показывает великолепные результаты Я считаю что Е-75 Это именно та машина Которая позволяет танковать в наше время И отлично дамажить И что же нас все-таки ждет в конце нашего пути Ради чего мы так долго и старательно прокачивали эту ветку Сверх тяжелый танк Е-100 Вы только посмотрите на эту махину На первый взгляд Е-100 может показаться довольно медленным И неповоротливым Но это совсем не так Для своих габаритов Этот танк довольно шустрый И имеет очень мощное орудие С альфа страйком 750 единиц Да, слабым пробитием Но сейчас в наше время без проблем Может совершенно любой игрок купить голдовые снаряды И пулять именно направо и налево Ну в принципе можно и ББшками неплохо раздавать И использовать голду только в тех моментах Когда она нужна У Е-100 есть великолепное бронирование Толстые борта с экранами Очень прочный ВЛД И крепкая башня Да, есть уязвимый НЛД Но если вы будете грамотно танковать на этом танке То тогда пробить вас туда будет крайне сложно Вообще на Е-100 нужно правильно ставить корпус Там отворачивать башню Ставить танк ромбиком И тогда пробить будет его в разы сложнее Также есть огромный запас прочности И учитывая бронирование Можно сказать, что Е-100 один из самых живучих танков в игре Действительно эту махину крайне сложно уничтожить Если грамотно играть на этом танке Но есть значительный недостаток у Е-100 Это его гигантский размер Попасть по этому танку очень легко И это плохо Учитывая, что сейчас есть много имбовых ПТ-САУ С огромным пробитием С значительным альфа-страйком С барабаном и так далее И они, конечно, Е-100 очень серьезно мешают Наносят ему много урона И даже часто сливают Ну и к тому же есть арта Которая тоже жизнь не облегчает Но, правда, ее стало в последнее время Не так уж и много А ПТ-САУ некоторые понерфили И поэтому Е-100 стал еще больше гнуть В целом Е-100 отличный танк Да, он понравится далеко не всем Потому что он очень большой Не очень быстрый И если вам нравятся такие машины То обязательно качайте И на этом все, дорогие друзья Спасибо огромное, что вы смотрели Надеюсь, данное видео вам понравилось Не забывайте подписываться на канал И ставить лайки Желаю вам всего самого наилучшего До скорых встреч, друзья Пока